Военная служба по контракту. Какие критерии необходимы и какие преференции предусмотрены, рассказали в военном комиссариате. Все необходимое и автомобиль повышенной проходимости доставили в зону СВО, гуманитарную помощь собирали, исходя из пожеланий бойцов. Живое исполнение в лучших традициях хорового пения. В Черкесске прошел отчетный концерт городского хора Витцерана. Приобрести новые знания и познакомиться с лучшими практиками можно было на Всероссийском форуме за саммаком. Здравствуйте, в эфире телеканал Россия 24, Карачаева, Черкесия. На встрече с членами Палаты Совета Федерации председатель правительства Михаил Мишустин заявил о важности создания в России производства по глубокой переработке шерсти, а в качестве успешного примера привел фабрику по производству пряжи в Черкесске «Вулкам», которую он посетил в апреле этого года. «На меня произвело уникальное впечатление. Работа коллег чисто, аккуратно, очень четко», отметил премьер-министр России. Михаил Мишустин заверил, что для правительства приоритет создание собственного производства, в том числе глубокой переработки шерсти на территории России. В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется военной службе по контракту. Кто может пойти служить, каким критериям необходимо соответствовать, какие преференции предусмотрены для контрактников. А ответы на эти и другие вопросы нашему корреспонденту Артуру МХЦ дали в военном комиссариате Крачева-Черкесии. Несколько сидящих за партами молодых людей не сдают экзамен по профориентации. Они, можно сказать, уже сделали свой выбор во взрослой жизни. В данный момент заполняют необходимые документы и в скором времени отправятся в армию, чтобы служить по контракту. Те, кто желает связать свою судьбу с вооруженными силами России, могут получить от государства ряд преференций. При заключении контракта он получает следующие выплаты. Это от 100 до 200 тысяч от главы республики и 195 тысяч от президента Российской Федерации. Также ежемесячная выплата на территории Российской Федерации для контрактника составляет от 40 до 60 тысяч рублей ежемесячно. Для участников специальной военной операции заработная плата может составить до 204 тысяч рублей. Для них также предусмотрено получение удостоверения ветерана боевых действий с дальнейшей ежемесячной доплатой, которая постоянно индексируется. Заключившие контракт военнослужащие имеют право вступить в накопительную ипотечную систему, что впоследствии позволит приобрести собственное жильё. Уйти на пенсию можно по достижении 20 лет выслуги. Если же человек постоянно находится в зоне специальной военной операции, ему достаточно провести там 7 лет, что приравнивается к 21 году выслуги. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин от 18 до 60 лет. Категория здоровья А, Б, А годен к военнослужбе, Б годен с незначительными ограничениями, В временно не годен. Сейчас в данный момент берём даже таких граждан. Также набираем на службу по контракту граждан осужденных и имеющих неснятую непогашенную судимость. После шести месяцев прохождения службы данная судимость будет снята и погашена с данного гражданина. По словам представителя военкомата, на контрактную службу в армию принимаются и женщины. Для этого им необходимо иметь некоторые востребованные специальности. К примеру, повар, связист, медик. Карьерный рост для военнослужащих контрактников, солидная заработная плата, соцпакет – всё это, без сомнения, может стать весомым аргументом для тех, кто пока обдумывает над выбором своей профессии. Артур Махцелек Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Следственным отделом по Карачаевску следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Данную информацию прокомментировали в следственном управлении Карачаево-Черкесии. По данным следствия, в течение последних нескольких лет, вплоть до апреля 2023 года, лица и число руководства местной коммерческой организации оказывали населению платные услуги по перевозке пассажиров на неисправных канатных дорогах, расположенных в поселке Дамбай Карачаевского района, чем создали реальную грузу безопасности их жизни и здоровья. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и профессиональных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению. В Черкесске прошел отчетный концерт городского хора ветеранов под руководством Людмилы Городецкой. Зрители наслаждались живым исполнением как известных, так и совсем новых песен. Подробностью Али Баташева. Живое исполнение в лучших традициях хорового пения. Бессменный лидер академического хора ветеранов войны, труда и вооруженных сил города Черкеска Людмила Городецкая. Она руководит певческим коллективом с 1984 года. Мы поем, стараемся в академической манере. Ну, как получается. Свою задачу, как руководитель хора, вы в чем ведете? Я свою задачу. Это всплочение людей, чтобы им было интересно, чтобы они каждое произведение пели с удовольствием и как бы выкладывались в то, что они и делают. А потом у нас еще есть одна самая основная задача, когда создавался этот коллектив, то Совет ветеранов и городской, и республиканский очень просили, чтобы мы все-таки вот эту планку о патриотическом воспитании несли в массы, особенно молодежи, те, которые не видели войны. На выступлениях перед студентами и школьниками участники хора стараются не только исполнять песни военной тематики, но и рассказывают о важных исторических событиях Великой Отечественной войны, ее героях. Дети с большим удовольствием слушают, потому что для них это новое. И мы не только поем, но мы и рассказываем о том или ином. Вот недавно, значит, событие. Недавно у нас было 80-летие освобождения Карачаево-Черкесии, да? И вот мы говорили о нашем перевале, о наших героях, как там флаг поставил, кто поставил, как его снимали, ну и так далее. Красиво исполненная песня воздействует сильнее рассказа. Она быстрее всего доходит до сердца слушателя, независимо от его возраста, считает участница хора с 32-летним стажем Нина Шевченко. Нет для меня ни минуты, чтобы ни петь, ни танцевать, ни шутить. Песня помогает во всем, даже в горе тоже она помогает. Когда смотришь, поешь, дышишь, и вот хочется все отдать, чтобы они поняли, зрители, чтобы так же с тобой вместе пели и наслаждались. Татьяна Макаренко не только исполняет песни других авторов, но и пишет свои. Ее песня «Моя земля» вошла в состав репертуара хора. Я вообще очень люблю петь. И у меня дочка закончила тоже в жёстко-хоровое отделение у Лидии Ивановны. Вот в школе сейчас работает и тоже постоянно выступает с детишками, у нее младшие классы. Так что песня, песня – это неотъемлемая часть жизни. В репертуаре коллектива более 300 песен. Народные и авторские, грустные и веселые. Песня «Моя земля» Репетиции коллектива проходят два раза в неделю. В мае следующего года хор ветеранов отметит свой 40-летний юбилей. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске в рамках реализации всероссийского проекта «За самбо» прошел региональный форум, посвященный 85-летию самбо. Участие приняли спортсмены и тренеры Карачаева, Черкесии и Краснодарского края. Подробнее Дарья Тандит. Самбо является национальным видом спорта и культивируется во всех регионах нашей страны. Эти достижения – результат усилий эффективной работы Министерства образования и науки и Министерства культуры и спорта, совместных с педагогами, тренерами и спортсменами. Данный форум позволит участникам приобрести новые знания, познакомиться с лучшими практиками Краснодарского края. И все это в дальнейшем применять для эффективного развития проекта «За самбо» в учебных заведениях. Поделилась заместитель министра образования и науки Карачаева-Черкесии Лейла Атаева. Хочу пожелать вам всем успехов, пожелать того, чтобы выводы, которые вы сегодня сделаете по окончании данного мероприятия, помогут вам еще точнее выстроить тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы наши дети еще больше хотели заниматься. Любовь Ивановна Карл – тьютер по физической культуре в рамках реализации всероссийского проекта «Самбо в школу» в Краснодарском крае. Она поделилась своими знаниями, благодаря которым в сельском небольшом зале она смогла поднять самбо на высокий уровень. Рассказала о тонкостях проведения занятий в школах. Детям не нужны самбовки, подходит обычная спортивная форма. Мы, прежде всего, очень детей самозащите, отметила Любовь Ивановна. Прежде всего мы должны защищать себя. Посмотрите в быту, сколько у нас травм, потому что дети не умеют правильно падать. Это не только дети, но и взрослые, ведь они из школы пойдут во взрослую жизнь. А мы их учим в самостраховке. То есть, прежде всего, проект начинается именно с этих первых шагов. Дети должны научиться правильно падать. От имени председателя общественного совета всероссийского проекта «За самбо» Александра Иванова со словами благодарности и пожеланиями к тренерам и педагогам обратился Руслан Джамбаев. Хотел бы выразить слова признательности всем организаторам. Этот проект, конечно, имеет огромное значение. Я очень рад, что такое внимание уделяется именно этому виду спорта. Самое главное – пожелать нам всем здоровья, удачи, благополучия, чтобы все вот это начинание принесло тот ожидаемый результат, который мы все ждем. Спасибо. Спорт – это движущий механизм современного российского общества. Программа «Самбо в школу» с каждым годом дает дополнительный импульс развития, поднимая уровень физической подготовки школьников. Дарья Тендит, Расул Гердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Далее смотрите интервью врача-терапевта о том, как сберечь свое здоровье в период летнего отдыха. Начался сезон отпусков, люди ринулись отдыхать в горы, на море, и это время, как правило, приносит какую-то определенную радость. Тем не менее, этот период может нести за собой некоторые опасности. Вы, как специалист, что бы вы посоветовали сегодня каждому человеку иметь в своей, так скажем, выездной аптечке? Что лучше всего туда положить из медикамента? Если у нас верно и правильно собрана аптечка домашняя, то мы можем ее смело преобразовать в аптечку, которую мы возьмем с собой в любое путешествие, любую поездку, неважно, это горы, море или просто дача. Мы банально просто тем, что ее преобразуем, в зависимости от того, в какую местность собираемся поехать, и легко и просто это сделаем. Вообще, мы должны учитывать и понять, вот какой важный момент. У нас не у всех будут аптечки одинаковые, потому как среди нас есть люди относительно здоровые, без соматических заболеваний каких-либо, есть люди с хроническими заболеваниями, которым рекомендован прием лекарственных препаратов на длительный период, на регулярной основе, а есть те, которые не принимают каких-либо препаратов вовсе. Поэтому первое, что должно быть конкретно в вашей аптечке, это те препараты, которые вы принимаете на регулярной основе, если таковые, естественно, имеются. И если это аптечка для путешествий, то первое, чем вы должны располагать, это количество этого лекарственного препарата, который соответствует тому времени, что вы будете в поездке или в путешествии. Ну и в такой достаточно важный момент я бы что посоветовала. Не превращайте свои аптечки в аптеку, потому что в аптечке должны находиться препараты, которые вы используете регулярно, и те, которые вы будете использовать при какой-то экстренной ситуации и для какой-то неотложной помощи. Потому как, во-первых, у лекарственных препаратов есть срок действия, а когда их много, вы можете просто банально за этим не уследить. Ну и второй момент, если не знать, как, когда и каким образом лекарственным препаратом пользоваться, вы можете им больше навредить, нежели помочь. Есть определенная группа препаратов, которые необходимы, чтобы у вас были обязательно под рукой. И в домашних условиях, и в особенности, естественно, если вы куда-то выезжаете. Этих препаратов не должно быть много, они должны быть на ту острую ситуацию, которая возникнет, даже если вам не придется ими воспользоваться. Самая первая группа – это нестероидные противовоспалительные препараты. Я бы посоветовала, чтобы из этой группы препаратов у вас было два и обязательно разных. Объясню почему. У нестероидных противовоспалительных препаратов есть такое свойство, как индивидуальная чувствительность. То есть кому-то очень сильно помогает, кому-то не помогает вовсе. Не потому, что препарат хороший или плохой, и качественный или не очень, а банально к нему возникла чувствительность или она не возникла. Поэтому обязательно пусть их будет два, и один из них на основе парацетамола. Торговые названия можете брать любые, или какой вам больше нравится, или который больше подходит по бюджету, но один из них пусть обязательно будет на основе парацетамола, потому что это препарат, который разрешен во время беременности, в период лактации, а также в детском возрасте, в любом. Второе – это антигистаминные препараты. Даже если вы никогда не сталкивались с аллергической реакцией, ее никогда у вас не было, надо запомнить такой момент, что есть аллергические реакции не медленного реагирования, а есть замедленного типа. Поэтому риск того, что вы не сталкивались просто вот с таким достаточным количеством аллергена, тоже имеет место быть. Второй момент – эти препараты также снижают отечность, что очень важно при ларингитах и бронхоабструктивном синдроме. Ну и кожный зуд. Мы можем купировать тоже этой же группой препаратов. Далее – препараты от кашля. Они должны быть обязательно в аптечке, но тут надо учитывать вот что. Эта группа препаратов разделяется на свои подгруппы. Одни из них усиливают отхождение и выделение мокроты, другие прекращают кашель, а третьи вовсе действуют на кашлевой центр и обладают противокашлевым эффектом. И я бы со своей стороны посоветовала, чтобы каждый группа один препарат у вас был. Обсудить это с доктором, подобрать тот препарат, который вам подходит. И желательно, пусть, если это путешествие, обязательно будут таблетированная форма в блистерных упаковках. Третий момент – это различные средства для ушей, глаз и носа. Для носа – это сосудосуживающие капли, которые, во-первых, будут эффективны при заложенности носа, при насморках и нитах и так далее, но и очень помогут, если вдруг возникнут носовые кровотечения. Неважно, с какой причиной это связано, с давлением или с чем-то иным, но остановить носовое кровотечение сосудосуживающие капельки помогут. Далее для глаз – это различные увлажняющие капли, но и для ушей, хотя противовоспалительный препарат – это факс. Так, ну, далее – это различные средства, которые необходимы при возникновении ран, для их обработки – это хлоргексидин или его более дорогой аналог мирамистин, йод, зеленка и различные средства – вата, пластыри, бинты. Бинты стерильные можете не брать, это не обязательно, потому как если стерильный бинт раскрыть в нестерильных условиях, он сразу теряет свою стерильность, поэтому нет в этом необходимости. И на сегодняшний день есть такие вот достаточно модные, удобные средства – это различные медицинские клеи, маркеры, которым удобно использовать у детей. То, что я говорила при ожогах. Есть очень удобные средства – гипотермические пакеты. Их можно использовать при любом виде ожога, и какое у них преимущество? То, что мы им не можем вызвать обморожение. И очень посоветовала бы я иметь гемостатическую губку, которая поможет, если есть раны, которые кровоточить, ну и также носовые кровотечения, потому что использовать можно, в принципе, и перекись, сосудосуживающие средства, но далее, когда слизистая пересушится, удалять такой ватный тампон будет очень неудобно. И обязательный компонент любой аптечки – это градусник. И, конечно, если это путешествие, то градусник не должен быть ртутным. Следующая немаловажная группа – это препараты, назначаемые для желудочно-кишечного тракта, потому что очень часто мы сталкиваемся в этот период с отравлениями. Первое, что обязательно должно быть, это препараты группы амипрозола, рабипрозола, потому что зачастую мы можем столкнуться с подозрением на гастрит или язву. Слабительные средства. Средства, используемые при запорах, желательно, чтобы это были на основе лактулозы. Пробиотики, но обязательно, которые не требуют заморозки, потому что при путешествиях это крайне неудобно. Спазмолитики. Но тут надо учитывать, что ни в коем случае на острый болевой синдром спазмолитики использовать нельзя, потому что мы можем в первую очередь стереть клинику, и тогда диагностика у нас будет крайне затруднена. И ферментные препараты в дозе где-то 10-25 тысяч единиц, они очень сильно нам помогут при не совсем верном соблюдении привычного рациона питания. Ну и в обязательном порядке пусть будет черный-белый активированный уголь, какие-то соргвенты и препараты против обезвоживания, особенно если есть маленькие дети и вы путешествуете с ними. Какие заболевания чаще всего беспокоят людей в летний период, с чем вам, как специалисту, приходится сталкиваться? На самом деле именно в жаркие периоды, неважно, изменение температуры больше в холодную или в горячую сторону, обостряются практически все хронические заболевания. Поэтому чаще обращаются люди хроники. Нет какой-то болезни, которая проявляется чаще. Нет, я думаю, что тут какая-то вот такая соразмеренность есть. Очень часто начинает беспокоить, что нестабильность давления у гипертоников. Часто обостряются какие-то иные хронические патологии. Поэтому тут важно то, как образ жизни и то, как вы регулярно, насколько регулярно принимаете те препараты, которые вам назначены на длительный период. Существует мнение, что простудой заболеть зимой гораздо проще, чем летом. Некоторые люди вообще уверены, что в жаркий период простудиться практически невозможно. Согласны ли вы с этим, как специалист? Несколько снижается статистика, но тем не менее простуда летом тоже бывает. Во-первых, мы активно начинаем пользоваться кондиционером. Очень часто на этом фоне получаются бактериальные инфекции, в частности легионелла, которая зачастую передается при использовании кондиционера. Ну и сами вот эти вот перепады, смена температурного режима, это все тоже способствует простудным заболеваниям, поэтому нет. Простуде, место летом, к сожалению, тоже есть. Еще одна опасность, которая может поджидать любого летом, это солнечные удары и обезвоживание. Как сегодня себя обезопасить, чтобы не навредить своему здоровью? Ну, конечно, это самый главный момент, это нахождение непосредственно в безопасное время на солнце и ограничиваться, не находиться на солнце в тот период, когда особо опасны прямые солнечные лучи. Это время от 12 до 4 часов. И касаемо различных ожогов, которые есть возможность получить, очень часто бывает на фоне ожогов использование каких-то очень… Что мы делаем при ожоге? Пытаемся охладить, то есть использовать, да, охлаждение, какие-то… Что-то взять с морозильника, и что мы тем самым получаем на ожог, мы даем обморожение. Я очень надеюсь, что информация была для вас полезна. Еще раз советую, не превращайте свои аптечки в аптеку, но тот необходимый объем, пожалуйста, обязательно соблюдайте.